Джордж Рассел – один из главных молодых талантов Формулы 1, чемпион британской F4, GP3 и Формулы 2, член гоночной программы Мерседеса и автор абсолютно невероятной беспроигрышной серии квалификационных побед над напарниками. Его не могут превзойти по субботам 34 этапа подряд, то есть с самого дебютного Гран-при Австралии 2019. Скорость и уверенность Рассела на треке восхищает даже чемпионов. Перед недавней гонкой на Эмале Фернандо Алонсо назвал именно Джорджа самым удивительным и лучшим юным гонщиком. Из всех выделю Джорджа Рассела. «Вот кто удивляет меня в каждом Гран-при», – подчеркнул двукратный чемпион мира, поставив номер 63, выше Ландо Норриса, Шарля Леклера, Алекса Албана и других юниоров. Тем, как он управляет Уильямсом, никаких ошибок. Я поражен его природной скоростью. Если выбирать звезду будущего, выберу Рассела. Однако у Джорджа очень сложная ситуация с положением в общем зачете. Даже несмотря на фантастическую скорость по субботам, ему не всегда везет по воскресеньям. Поэтому англичанин закончил сезон 2019 на последнем месте. Единственный шанс на очки в хаотичнейшем дождевом Гран-при Германии с почти десятком сходов воплотил не он, а Роберт Кубица. В 2020-м все идет примерно так же. Рассел выносит нового напарника Николаса Латифи со средним преимуществом в ноле целых 7 десятых секунды на быстром круге, но все равно занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Просто у канадца сразу три финиша на 11-й позиции, в то время как Джордж не поднимался выше 12-й. И чуть ли не главный шанс за два года выпал номер 63 на гран-при Эмилии Романии. После схода Макса Ферстаппена из-за лопнувшего колеса, Рассел оказался на десятом месте, причем не благодаря везению, а именно из-за долгой и кропотливой работы с темпом и шинами. Однако буквально через несколько секунд после получения заветной позиции, вся Формула-1 увидела невероятную по нелепости аварию. Джордж разбил белый болид о барьеры при попытке удержать температуру в шинах, вылез и грустно сел у барьеров. Судя по всему, эмоции парня просто перехлестнули. Потому как он отказался от помощи маршала, комменторы сделали вывод, что Рассел мог и пустить слезу. «Это одна из самых больших ошибок в моей карьере», объяснил Джордж Пресси после финиша. «Я атаковал как черт от старта до конца. За автомобилем безопасности я изо всех сил старался сохранить шины в рабочем диапазоне. Просто пытался найти предел. Мы отлично настроили машину и нашли много скорости напрямых. Я знал, что Киммера и Конина будет сложно сдержать. Вот почему я так сильно атаковал, потому что увидел, как температура шин понижается, а он ехал сразу позади меня на свежей горячей резине. Я не пытаюсь найти оправдание. Наехал на небольшую кочку, когда менял передачу, и оказался в стене раньше, чем смог что-либо сделать. Такое иногда случается, когда шины остывают. Я должен был максимально нагрузить резину и удержать на рестарте позади Кимми и Себастьяна. Я не должен был этого допустить, это неприемлемо. Я казню себя еще больше, потому что раньше в молодежных сериях, когда ты проигрываешь гонку из-за ошибки, понимаешь, будет следующее, и ты снова окажешься в той же позиции. Думаю, команда поработала просто блестяще в этот уикенд. Мы увозим множество позитивных вещей, которые и позволили нам оказаться на этой позиции. Думаю, мы смогли бы сдержать Кимми. Я верю, что смог бы его сдержать. Затем Рассел запостил в Инстаграм кадр с собой у барьеров и подписью. Никогда не забуду этот день, эту ошибку. Научусь на ней и стану сильнее. Так жалко, прошу прощения у всей команды. Никаких оправданий. И к нему в комментарии пришли действующие и бывшие коллеги, от Льюиса Хэмилтона и Марка Уэббера, до Ромена Грожана, тоже пережившего похожий момент в прошлом. Эта часть развития поддержал юного протяже и босс Мерседеса Тота Вольф. Именно опыт позволил Льюису Хэмилтону, Валтере Батасу и Нико Росбергу стать особенными. Каждый должен разбить болид об стену позади автомобиля безопасности. Мы видели такое даже в исполнении самых опытных пилотов. Они тоже ошибаются под давлением.